и просто замечательно легко так еще один момент вам расскажу дорогие зрители что в принципе вот кричать в лесу ну зимой может быть не особо необходимо да но на всякий случай иногда надо давать о себе знать волков то вряд ли конечно здесь будет ну на всякий случай вот так надо немножко поорать так волки обычно за оленем стадом ну преследуют так сказать выжидают когда какой-нибудь слабенький олень отобьется от стада не могут его схавать медведи сейчас спят думаю какие тут еще дикие животные ну леса вряд и на нас нападет вот росомаха но росомаха может быть тут есть бывает в общем идем идти вообще хорошо пока есть идти и разговаривать ну дорога не такая тяжелая сейчас немножко вам расскажу про жизнь блогера про сегодняшний поход вот сейчас подумал вообще ну вчера об этом думал что как бы смысл на одну ночевку вообще нету смысла идти а если будем выходить сейчас теперь с грибобасом ну в избушку вот то мы хотим будем в пятницу уходить чтобы хотя бы в пятницу прийти в избу переночевать сейчас вообще короткий световой день получается вот где-то более-менее светло становится восемь утра да обед у нас на работе с двенадцати до часу да и вот уже после обеда уже такие как бы сумерки начинают и вообще когда если погода неясная то как бы свет такой уже знаете сумеречный свет такой вот я уже как бы сегодня даже не а не а ну как бы вроде бы силы были но неохота было сегодня опять идти возможно бы завтра пошел ну хорошо что все таки себя пересилил и сейчас пошел еще повезло очень что руслана встретил то есть он руслан он ждал повидаться хотел со мной вот он нам очень сейчас в этом походе помог облегчил путь так идем мы правильно кстати я сейчас посмотрел такой как бы немножко естественный свет присутствует когда по тундре идешь видно то вот как бы такое ну на камеру это никак не покажешь сейчас видно как это город светится вот небо кстати не звездное ну значит пасмурное небо ну и вот супер пятницу прийти в избу переночевать а в субботу чтобы хотя бы вот пока светлое время наверное придется ставить будильник потому что мы просто-напросто проспим светлое время в избе если будильник не поставим вот с 8 утра до 14 у нас будет как раз время на заготовку дров там материала в общем вот дрова надо заготавливать материал надо заготавливать а еще что я хотел то сказать то об усталость тоже вот когда занимаешься блогерством выпускаешь ролики приходит сообщение надо опять же на сообщение на какие смогу я она отвечаю на эти сообщения так что зрители обращаюсь к вам если на какие-то ваши сообщения я не отвечал да то пишите их повторно потому что я может быть хотел ответить там допустим не лег спать до думал вот завтра отвечу если что-то вы хотите там пишите повторно еще раз лучше всего писать на этот на почту клюкер gmail.com там входящие письма сразу видно вконтакте тоже я так просматриваю свежие сообщения я вижу сразу так подождите мне тут не потеряться там грибобас тундра нет грибобас подожди пока привет и будем передавать вот это уже будет декабрьские приветы и скорее всего это приветы будем раз в месяц сделать вот как раз декабре вот пусть с леса придем с похода кто там оставил комментарии вот под этим под нашими ноябрьскими приветами передадим декабре вам приветы на днях вот и и потом уже следующий там в январе в общем раз в месяц так наверно будет ужин и все будем снимать все охота снимать конечно чат рулетку тоже мы забросили как бы не получается будет время будем снимать чат рулетка тоже в принципе интересно иногда бывает момент так чё там лес ну как и не устал можно москвичению чуть-чё там идет самосвещение я тебе сказал идти туда да да доставай компас потому что сейчас уже надо будет по компасу идти а сейчас погоди сейчас ну сейчас вообще идти красота да сейчас я отлично вообще легко не гранат твердый ну мы в прошлый раз вот прошлый поход у нас как назывался то у я не помню подожди к все покажи сейчас там аж 6 серий было все серии было да в общем мы пять часов шли в прошлый раз и как у нас будет касаться какой-то языке ну ладно своя достану гребу губы вас а удобнее у меня этот компасы жидкостный вам долго там стрелка устанавливается мы тогда пять часов ушли но не устали хоть и тяжело было идти потому что мы отдохнули хорошо ага мы перед этим не ходили в поход ну ладно да свою компас ориентируюсь куда дальше идти и ага и погода такая хорошая не холодно и не холодно и не это ну и не жарко так вроде да ну и самое то идешь и отлично я пока и как что-то джон ну я ничего оставим маленько вот вот немножко какой-то не так чуть-чуть ну я могу идти вот и до понятно еще все хорошо так что вот так вот сколько то несколько время в общем идем по лесу тут елочки и березки все приходится огибать я специально иду без света потому что так легче ориентироваться присутствует такой немного естественный свет а так если с фонариком он это показывает ближайшие деревья и плохо ну не понимаешь куда идти надо в какую сторону и частенько сбиваешься ты вспотел нет сильно но я вроде не сильно все посмотрю ой отлепляет глаза вроде так не сильно вспотел мы уже по и по идее близко уже мы окружают скоро стариться должна быть идем я иду не спеша без фонарика чтобы не упасть набиваю дорогу дорога в принципе легкая вышли на ставится только что провалился вот этой левой ногой ну так это внутри не сыра видимо удачно где-то вот до сюда намочил здесь у меня все сухо но видно мокрый снег он увидишь какая там яма посередке опасно идти лишь тепло но я думаю там речка где стоячая вода то там мы должны перейти должны перейти да и запах такой пошел тухлые чувствуешь да ну ну то что болото вот ну и есть дороги пахнет сейчас короче пока шел но я без этого без включенного фонарика где-то 4 куропатки вот здесь взлетела ух ты ну то есть они здесь спали нормально все дорогие зрители хочу уже давно попросить у вас прощение за все мои грехи кого обидел чем-то братья и сестры простите меня грешного человек иногда сам не знает ну как бы в чем грешен но вы-то знаете кто кого я обидел там простите меня пожалуйста либо вас тоже прости меня александр джон только все меня тоже много я прошу прощения у вас что плохое сказал что такое за все плохие мои действия прошу прощения от всей души во славу божью что-то у тебя с голосом стало хрипит да немножко а почему у меня простуды простуда да пусть я кстати пить хочу но сейчас уже до избы дойдем хорошо сейчас уже скоро в избу придем давай пришлось лыжи снять потому что с речки очень тяжело подняться крутой подъем грибовас тоже снял лыжи сейчас здесь ты их одену а вот смотрите у меня как налипло тут что уже провалилась в воду но это тоже немножко гау 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 так она есть как она есть да да и вас возьми мою палку а то в этот я не только сразу возьми просто потому что я съемку виду чтобы это вмешалось сейчас пока до избы дойдем так идем в избу идем в избу давай ладно палку мне я сейчас это могу уже сейчас взять а а я чуть не упал ох ты блин ох ты Бонечка Продолжение следует... 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 я короче ехал в автобусе я только что-то не понял и встретил там одноклассницу это и иру у неё фамилия раньше было русакова но сейчас она замуж вышла и сейчас я не знаю какая не фамилия вот в общем она это сына отправила вот в армии сейчас морская пехота морскую пехоту сын делать не ничего может быть с вами в поход ходить эти борщи варить в автобусе не знаю потом спрошу можно будет взять наверно да конечно спасибо только не знаю как борщи варить тут ну наверно научиться в таких условиях на печке да кстати с ее участием можно теперь этот фильм снять можно можно согласиться называем хотели назвать чем-то не помнишь что не помню либо бас и марина а да 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 нам сюжет как либо бас ее будет спасать это надо такое в летнее время снимать зимняя не знаю какой сюжет придумать что типа она каталась на лыжах положение как бы заблудилась да вот и вышла на твою избушку вот так можно бы сделать да услышал как теперь лишь дрова да ну она кричала там допустим ау ау да да ты подошел ну и и чё ты чё ты сделал бы ну как девушка вы что заблудились монт оказал что надо да не показал избушку привелся в избушку и напалил чаем горяченьким вот там сахарочка чаю горяченький подкидываю дров печь чтобы потеплее было и чтобы она согрелась получше вот так вот что было сложнее надо чтобы как будто она это ну как бы вот история как будто на ногу подвернула ты будешь потом из избушки на санках тащить до телевышки ты наверно устанешь или будем снимать такой сюжет а чё не то я не ну а как ты будешь женщину спасать не оставишь ты не бросишь здесь не знаю как лучше вариант только еще вариант знаешь какой какой ну лишь по сюжету тебя как бы сотового телефона нету вариант еще так такой ты и как бы здесь оставляешь в избушке вот сам идешь ну в город и вызываешь мчс мчс приходит и забернул приезжать я там не знаю на чем там на вездеходе но опять же это видишь съем как задействовать и мчс что ли тут уже никак не получится уже как бы сложность если только с ними договариваться да слушая этот когда ногу подворачивать там не надо ничего шин накладывать не поипал ногу подворачивать шины надо накладывать ты знаешь что делать надо надо а чё надо делать не не в колен ты чё то в коленке можно ногу подвернуть обычно вот ступня растяжение сухожей нога вместе пугает вот такую повязку вот да там круче это надо тугую повязку смазывать короче его заморка припуши и тугую повязку накладывать да надеюсь могла чем смазывать то не знаю спирт и же с собой не берешь хотя спиртом грязи смазу на принципе такой повязки достаточно чтобы нога как бы мать вишневского вроде бы нужна дома свечневского это если что-то гниет чтобы гной вытягивать и чё зачем в массе вишневского не это вот если у тебя был бы этот типа крем фастум гель ну обезболивающие но вот можно было по этим фастум гелем это помазать да 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 ну можно может быть получится зимнюю серию снять но вряд ли вряд ли конечно хотя фиг узнать ну ладно джон подога копать снял пока копать ты уже все перекусил все перекусил спасибо большое перекусил все я тогда печку растоплю давай и тут же делаю ставлю так